Итак, всем привет! Сегодня у нас на обзоре довольно-таки интересный проект. Это Fanadise. Первые эксклюзивные в своем роде. Это платформа NFT с премиальным контентом для инфлюенсеров. Да, и эта платформа работает с влиятельными людьми. Основатели этой платформы Якуб Хмельняк и Барт Сибига. Последний это основатель TDOB. Например, вы можете и могли его видеть с SEO Binance. Довольно-таки влиятельная и, конечно же, интересная личность. Говоря о том, что есть у Fanadise еще довольно-таки интересного у этого проекта. То, что у них есть свой рейтинг криптовалютных компаний. И, по сути, данный рейтинг показывает данные самых популярных, влиятельных лиц и брендов в криптосообществе. И здесь также отображается количество подписчиков и рост аккаунта. Например, на первом месте биржа Binance. То есть, аккаунт. На третьем CZ Binance. И пошло-поехало Виталий Батерин и другие интересные проекты, которые есть на криптовалютном пространстве. Кроме того, если мы говорим про данный проект, то здесь в рамках вот этого рейтинга рейтинг сам обновляется каждый день. Говоря про, конечно же, то, что у нас есть еще у данного проекта довольно-таки интересно. Это токеномика и сжигание. То есть, здесь каждую неделю будут проводиться мероприятия по сжиганию. И благодаря событиям сжигания лотереев Anodice в среду, да, и другим, они гарантируют до 1 миллиона сожженных токенов каждую неделю. То есть, таким образом, купившие 1500 FAN и доказавшие это, получат 10 тысяч и 25 тысяч FAN. Для тех, кто не знает, что такое FAN, FAN это токен. Токен есть у данного проекта, торгуется он на PancakeSwap и доступен на бирже Gate.io. И мы видим, что сегодня биржа Gate.io и токен FAN показал довольно-таки хороший рост. Говоря про сам токен FAN, он сейчас находится на дне. То есть, его начальная стоимость была также около 4 центов, да, если мы будем округлять. И сейчас вот практически токен вернулся туда. И на графике довольно-таки интересный паттерн. Нарисуется такое ощущение, что он выходит со дна. Поэтому, если вы, в принципе, надумаете покупать этот токен, трейдить или вкладываться в платформу, да, зная токеномику, про которую, кстати, я вам сейчас расскажу. Также расскажу про дорожную карту. То я думаю, что вас ждет успех. Говоря про токеномику, здесь изначально стоит затронуть то, что у данной платформы была предпродажная фаза. Их было несколько. И всего было продаж на 6 миллионов долларов США. Кроме того, здесь они успели набить хорошую большую аудиторию, да, и посвятили также часть денег в маркетинг. Говоря про преимущества, то вы можете ставить монету FAN, чтобы получить более высокие шансы на розыгрыши NFT. И чем дольше ты делаешь ставку, тем больше NFT вы можете получить таким образом. Ну и, соответственно, здесь вы можете, конечно же, непосредственно обратить внимание на рынок NFT. Да, и они, конечно же, собираются в целом, по сути, сделать также 3D-модели влиятельных лиц, людей и так далее. То есть, на самом деле, если мы будем с вами копать дальше, то здесь уже идет к тому, что они будут продавать 3D-модели, то есть, с помощью 3D-технологий делать NFT, да. И в рамках этого, конечно же, будут сканировать ту или иную личность и продавать это NFT 3D за реальные деньги. Поэтому это вот реально то, как проект может дальше существовать и развиваться. Говоря про дорожную карту, здесь нужно отметить такие вещи, что дорожная карта довольно-таки далеко расписана, да. То есть, они, в принципе, нацелились на то, чтобы даже взять планку в 10 миллионов пользователей. И если мы говорим про те события, которые уже будут происходить, то, например, будет накануне событие стейкинг фан и NFT. То есть, вы можете заняться стейкингом, да, и, в принципе, зарабатывать на этом. Говоря в целом, то здесь, конечно же, они хотят достичь более 1 миллиона держателей NFT, да. И также они хотят достичь 10 тысяч авторов. Если мы говорим еще про интересные новости о данном проекте, то определенно в следующем списке событий будет не стейкинг, а все-таки по дорожной карте buyback. Это многие, конечно, об этом спрашивали, да. И данное событие тоже вот состоится. То есть, вы сможете таким образом... Buyback – это обратный выкуп, да. И здесь многие будут довольны. То есть, когда выкупают обратно монеты, то это говорит о том, что сообщество верит в непосредственно... Не то, что сообщество, а, конечно, соучредители, главные, которые стоят за данным проектом, они верят в то, что они будут дальше и развивать, и делать этот проект еще сильнее, да. Говоря о команде, то есть, по токеномике, кошельки соучредителей, они будут заблокированы на срок от 36 месяцев до 10 лет. То есть, таким образом, мы можем сказать, что команда данного проекта, она верит в него, отдает все свои силы, и, конечно, они будут дальше его развивать. Что касается, значит, контракта, то есть, здесь есть довольно-таки интересные факты и вещи. Если мы будем с вами смотреть, то за последнее время мы с вами можем увидеть непосредственно контракт, да, взаимодействие с ним. Но еще интересно то, что здесь на самом деле есть некоторые вещи, которые могли бы вам понравиться. Во-первых, здесь будет автоматическое увеличение, автоматическое пула, да. То есть, также здесь будет автоматическое сжигание. То есть, это настраиваемый будет процент от каждой транзакции автоматически, которая будет сжигаться. Также антикиты, антибот. То есть, все это будет направлено непосредственно на то, чтобы токен и сам проект продолжал жить, и никакие киты не могли манипулировать, и никто не мог скамить этот проект и обвалить монету. Поэтому цель тут одна – это удовлетворить холдеров, также пользователей трейдеров этой монеты FAN, да, и избавиться от аспектов, которые будут влиять на ценообразование данного токена, который сейчас, хочу напомнить, вырос за последний день в цене на 20%. Поэтому стоит отметить, что токен FAN, возможно, никогда не будет таким дешевым, как сейчас. Также в конце ноября, начале декабря, здесь данный проект озвучит новости, которые могут повлиять и изменить, конечно же, цену монеты. Это, конечно, позитивные новости. И также платформа будет готова в январе. Тогда токен FAN может излететь довольно-таки очень сильно. Ну и сам проект FAN and DICE, как ни крути, он является долгосрочным проектом, да, и задумка у него довольно-таки интересна, потому что нет ни одного проекта, который бы представлял инфлюенсерную платформу NFT, где было бы взаимодействие с звездами, с влиятельными людьми, также, возможно, их рейтинги и так далее. Потому что это все довольно-таки очень интересно. Ну и стоит, конечно же, отметить, что все ссылки на данный проект будут в описании. Ну и, возможно, это последний шанс купить токен по 4 цента перед, конечно, огромным to the moon. Все интересные ссылки полезные будут в описании. До новых встреч!